всем привет вы на канале мир глазами охотника это я сергей если кто не узнал кому нужна свиная голова и я буду не этого пацана или девчонку тут уже хрен разберешь его я буду разыгрывать вот такой вот топорчик ручная работа кованый топор ну чё болтать сразу проверим порубим а потом уже поговорим так что-то я мазанул так первый удар был так себе не очень блин к лодка маловато правда так так звонят тут не дают мне дело закончить так не она рубит классно честно я немножко конечно мажу но она еще замороженная 1 раз сейчас еще еще так видно ровно ровненько порублено как распилил вот сухая сосновая жердина сейчас посмотрим как она будет рубить ее она сухая понятное дело что сырая бы лучше рубилась но сейчас посмотрим как она так как так 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 Ну ясно, да? Ну вот, сухую сосну вполне себе нормально рубит. Достаточно... Не, ну он острый. Конечно, им не побреешься. Так, ну вот он топор. Топор от кузницы Панова. В принципе, со своей задачей он справился нормально. Это я еще рубщик такой серьезный. Голову вообще без проблем разрубил. Ну, сухое бревно, понятное дело, сухая сосна, она рубится плохо. Если бы это какое-то сырое дерево на корню было бы, его было бы проще, конечно, срубить. Но топор острый. Блин, нет у меня листочка. Сейчас поищу листочек и постараюсь показать. Ну, видно, что никаких заусенцев после этого всего нет. Он у меня уже, кстати говоря, давно. Он уже у меня с начала лета три месяца где-то. Ну, что-то я подрубливал им, но не снимал ничего. Ну, немножко работал. Не скажу, что я прям уже им там наработал. Ну, где-то там пару раз использовал. Нашел вот бумажку какую-то. Ну, видно, да? Она, конечно, плотная, это не газета, но это и не нож. Видно какой топор. Это им я уже пользуюсь. До сих пор он, в принципе, острый. Так, топор этот называется охотничий. Ну, как, для меня он, конечно... О, какой таракан по руке ползет. Серьезный усат. Да такие усы, вообще красавец. Все, давай, вали. Вот, и улетел. Ну, для меня он, конечно, такой условно охотничий. Немножко он тяжеловат. В плане того, что, то есть, его в рюкзак не кинешь, ну, и с собой не походишь. А если где-то заниматься загонными охотами, вот как мы раньше только на загонные практически ездили, это где-то в машину положил. Там, условно, лося или кабана, или оленя, ну, кто на что там охотится. И при разделке, конечно, этот топор был бы бомба. Там есть у них топоры, в принципе, и поменьше. Значит, ну, давайте рассмотрим изделие. Я сначала, когда его первый раз взял в руки, мне вот этот вот изгиб, который здесь вот так вот идет, ну, я думаю, блин, это какая-то фигня. А потом я понял, что для того, чтобы он сделан, скорее всего, для того, чтобы лучше разрубалась кость за счет того, что оно не плашмя по кости бьет, а под углом. Ну, и, в принципе, на свиной голове это было видно. Изделие вполне достойное. Ручка очень удобная. Для меня очень удобная. Удобно так хватать. Удобно, в принципе, вот здесь двумя руками брать. Нормально сделано. Красиво сделано. Выжжена древесина. Клиния видно, как сделаны, да? Э, понятное дело, он бы мне в хозяйстве пригодился еще и не раз. Но мы как бы договорились, что я его разыграю. Интереснее. Короче, сразу давайте, чтобы далеко не ходить, условия конкурса. В полнолуние идете в лес. Значит, в левой руке зажимаете 40 куриных пупсов, снимаете штаны и садитесь на муравейник. И кричите, мир глазами охотника. Кто громче крикнет, кого я услышу, тот и победил. И тому я вышлю топов. На самом деле не так. Вы должны быть моим подписчиком. Оставляйте комментарий под этим видео. Любой, но нормальный, адекватный. Я потом через две недели, ну, примерно числа, давайте так, 15-го, где-то сентября, плюс-минус, не знаю, как там будет получаться, на программе она выберет случайный комментарий и определится победитель. И я ему отошлю этот топор. Так, теперь давайте поговорим вообще про кузницу, панова и про все остальное. Про что я хотел с вами в этом ролике поговорить. Понятное дело, я не эксперт в этих топорах, и тут балаболить сильно не буду. Но за что хочется поговорить. Вот я с ним общался лично. И был такой разговор, что поработай топором тебе там, что понравится, не понравится. Если не понравится, пришли, мы переделаем. То есть мы хотим, мы радеем за качество, чтобы наша продукция была качественная, чтобы нам оставляли хорошие отзывы. Очень приятно было пообщаться с человеком. И еще, у них есть YouTube-канал, так и называется, Кузница Панова. Я думаю, кому интересно вот эта вся ковка, тема холодного оружия, топоров. Они делают там такие тяпки для мяса. Ну, большие такие, широкие ножи тяжелые, специально мясо рубить. Там у них есть огромный выбор топоров именно для мяса. Там большие такие. Это специально тем, кто занимается именно разделкой профессионально. Там есть такие специальные профессиональные топоры. Ну, в общем, ребята насчет топоров умеют делать. И делают хорошо. И за адекватные цены. Если будете там заказывать топор, то можете созвониться. Вам сделают специально то, что вы хотите. Будет у вас там пожелание. Угол, еще. Вот мне, допустим, нужно... Мне, допустим, нужно... Они мне должны сделать еще вроде, как мы тогда говорили, топор чисто для меня. И вы его будете обязательно увидеть в обзоре. Обух. Мне, допустим, на капканную охоту я хочу себе топорик поменьше, чтобы он был раза два легче, а то и больше. И обух, чтобы был плоский. Видите, здесь закругленный. Чтобы можно было гвоздь забить в дерево, прибить жердочку, еще что-то там. Ну, и в рюкзак положить, и он не весил много. Сейчас очень мало людей занимается вообще производством. Мы уже привыкли к штамповке. А все-таки в такое изделие заложено тепло рук каких-то. Я не знаю. А ты берешь его, и больше такого топора нет. Вот он один такой. Мастер сделал, уже будет чуть-чуть другой. Я считаю, что все-таки нужно как-то поддерживать и стараться покупать изделие. Ну, оно, в принципе, стоит, ну, не сильно там дороже, чем тот же какой-нибудь Husqvarna топор или еще чего-то там. Ну, все примерно колеблется. Если есть возможность, лучше купите там у какого-то мастера. Поддержите его. Все-таки это, такие вещи имеют свою какую-то, не знаю, то ли энергетику, то ли тепло. Ну, мне нравятся вот такие штуки, которые сделаны руками. Ну, вот такой вот тест был, в принципе. Я видел там Феофану присылали, тоже такой топор. Он там им и гвозди рубил. Ну, я свой топор буду подписчикам отсылать, поэтому не буду рубить гвозди, мало ли. Не, ну, я уверен, конечно, на 99%, что с ним ничего не станет. После гвоздей просто придется заново подтачивать. Конечно, все ссылки смотрите сразу в описании. Оставлю еще в комментарии. Ссылки будут на сайт. Обязательно, кому интересно, зайдите на YouTube-канал Кузница Панова. Я думаю, что вы много там чего для себя нового узнаете, почерпнете. Ну, и вообще там достаточно такой большой канал, много разных видео, контента. Всем, кто посмотрел, оценивайте видео, оставляйте комментарии. Возможно, вы и выиграете этого замечательного красавца. Подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Субтитры сделал DimaTorzok